здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок наши выпуски о пользе различных веществ для организма и особенно выпуск о растительном масле подсолнечном масле и других маслах вызвал неподдельный интерес наших подписчиков это очень здорово потому что понимание того как правильно жить как правильно питаться как не навредить своему здоровью какие ограничения в питании в том числе следует соблюдать является очень важным для повышения качества нашей жизни одним из часто задаваемых вопросов к тому в ролику о растительных маслах было как же сохранить льняное масло которое мы назвали одним из самых полезных среди растительных масел для здоровья человека как же его сохранить от прогоркания и как продлить срок его потребления все производители добросовестные на упаковках с растительным льняным маслом пишут что употребить это масло после вскрытия упаковки необходимо хотя бы в течение двух недель и хранить его необходимо в холодильнике это связано с тем что ненасыщенные жирные кислоты которые так ценны для здоровья нашего организма и которые в большом обилии находятся в этом масле очень быстро окисляются кислородом воздуха и масло из полезного превращается в ядовитое хотя нельзя сказать что этот процесс такой уж быстрый для того чтобы приготовить олифу из льняного масла его нужно на воздухе при пропускании воздуха или кислорода как компрессором в аквариуме кипятить и не один час его надо кипятить а может даже и не одни сутки для того чтобы действительно его превратить в олифу это просто к тому что многие наши подписчики давали комментарии что льняное масло потреблять нельзя это же настоящая олифа ничего подобного в течение срока годности потреблять его вполне можно и очень очень нужно но при всем том действительно свойства быстро окисляться у этого масла есть что же делать как же продлить возможность потребления этого масла и минимизировать наши расходы на его покупку ведь если вы употребляете по одной чайной ложечки в день то конечно такую пол-литровую бутылку масло употребить за две недели достаточно сложно ну даже если вы это делаете семьей даже каждый день на самом деле существуют очень простые и очень эффективные способы продление срока годности вскрытого льняного масла на срок до полугода при хранении его в холодильнике я буду рассказывать вам сейчас о различных таких методах двигаясь от самых простых к более сложным но зато и более полезным для организма одним из простейших способов продления срока годности льняного масла на срок примерно до трех месяцев без изменения его органолептических свойств является добавление в него дополнительного антиоксиданта самым доступным и самым удобным антиоксидантом для этой цели является аптечный раствор витамина е аптечный раствор масляный раствор витамина е продается в различных концентрациях я использую максимальную концентрацию в 30 процентов здесь витамина е токоферола ацетата содержится больше всего на 500 миллилитров масла достаточно 10 миллилитров вот такого вот раствора витамина е случае если концентрация витамина е меньше вы должны соответственно увеличить эту дозу и так 10 миллилитров 30 процентного раствора токоферола ацетата аптечного на 500 миллилитров масла таким образом вот одной такой упаковочке мне хватит на целый литр льняного масла витамин е все знают теперь что он очень полезен и для внутреннего и для наружного применения при разумных дозах потребления масла обогащенного витамином е никакой передозировки витамина е не может быть и речи наоборот масло обогатится этим витамином и станет еще более ценным следующим способом также легким для потребителя наиболее легким является добавление в льняное масло облепихового масла кроме того что облепиховое масло само по себе содержит натуральные токоферолы натуральный витамин е она весьма и весьма богата каротиноидными пигментами количество облепихового масла которое необходимо прибавить к льняному составляет примерно 10 процентов то есть на каждые 100 миллилитров льняного масла необходимо прибавить примерно 10 миллилитров облепихового масла вот такой вот флакончик из 100 миллилитров также мне пригодится для обогащения одного литра льняного масла то есть на две вот такие вот бутылки один 100 миллилитровый флакон облепихового масла более чем достаточно облепиховое масло само по себе является очень полезным продуктом 3 чайные ложки облепихового масла в день содержит суточную дозу каротиноидов задумайтесь каждый ли из вас потребляет такое количество каротиноидов ежедневно ведь это довольно много а это количество является совершенно необходимым для нашего здоровья причем такое количество каротиноидов мы должны употреблять каждый день поэтому вот такое обогащение льняного масла облепиховым не только предохранит льняное масло и сохранит его свойства до полугода без каких-то опасных окислений но также и обогатит его каротиноидами и другими биологически активными веществами и при ежедневном употреблении или периодическом употреблении позволит насыщать ваш организм не только омега-3 полезными кислотами но также и всеми полезными компонентами облепихового масла эти способы что называется самые простые открыл влил закрыл перемешал и употреблять не боясь что это масло прогоркнет кстати говоря многие считают что горьковатый вкус льняного масла связан с его прогорканием ничего подобного горьковатый вкус льняного масла характерен для него как для пищевого продукта некоторая горчинка присуща этому маслу это абсолютно нормальное явление бояться этой горчинки не нужно некоторых смущает некоторый запах как бы рыбьего жира или рыбы присущие этому маслу дело в том что как раз омега-3 кислоты которые содержатся в том числе в рыбьем жире вот именно так и пахнут рыбий жир имеет характерный запах рыбы благодаря богатому содержанию омега-3 жирных кислот и льняное масло и рапсовое масло наиболее ценные сорта льняного и рапсового масла как раз будут иметь такой вот легкий может быть запах рыбьего жира это как раз характеризует эти масла как наиболее ценные и наиболее полезные для организма следующие способы являются очень мощными очень сильными для предохранения масла от порчи и также продлевают срок его использования до 6 месяцев первый способ это добавление примерно чайной ложки сухих семян тмина на пол литра льняного масла среди различных растительных антиоксидантов которые предохраняют льняное масло от окисления тмин а еще кориандр занимают самое первое место это мощнейшие такие антиокислители льняного масла и других видов растительных масел уже этот способ будет существенно влиять на органолептические свойства масла если прибавление витамина е вообще никак не влияет прибавление облепихового масла дает легкий запах самого облепихового масла плюс придает такую яркую оранжевую окраску этому маслу то прибавление семян тмина придаст этому маслу характерный запах тмина или кориандр если вы выберете кориандр в качестве этого антиокислителя можно положить одновременно и тмин и кориандр конечно и накладываются определенные ограничения в таком случае по употреблению этого масла может быть кому-то не нравится запах тмина или кориандра там но мне кажется для приправления салатов этот вариант является просто ну можно сказать оптимальным на втором месте после тмина из таких растительных средств которые вы можете собрать у себя в огороде или легко купить в магазине это такие хорошо известные травы как шалфей а также лаванда и котовник вот эти вот травки а еще между прочим розмарин вот эти четыре травки шалфей в особенности а также лаванда котовник и розмарин вот виде такого вот небольшого пучка можно сделать букетик из них да по несколько веточек каждого добавленные сюда внутрь бутылки в сыром или в сушеном виде на пол литровую бутылку также предохранят ваше масло от прогоркания и от порчи это очень сильное очень мощное средство оно конечно же придаст дополнительный аромат ну вот котовник пахнет скорее лимоном у него такие цитрусовые нотки но запах шалфея скорее горьковатый розмарина и у лаванды тоже всем знакомый характерный запах конечно органолептические свойства масло изменится но нельзя сказать что они испортятся единственное что мне кажется что вот цитрусовые ароматы аромат котовника не очень сочетается с ароматом льняного масла но это дело вкуса можно пробовать можно составлять букеты можно комбинировать на третьем месте по мощности антиоксидантного действия на льняное масло стоит куркума и она делит это третье место с красным перцем вы можете брать сладкий красный перец паприку молотую сушеную либо же острый если вам нравится масло с более острым вкусом можете их также и смешать 1 чайная ложка куркумы на пол литра масла либо же 1 чайная ложка красного перца либо по пол чайной ложечки смеси одного и второго будут не только предохранять масло от прогоркания порчи но и обогатят это масло ценнейшими биологически активными веществами поэтому потребляя масло вы также будете потреблять одновременно и очень очень ценные вещества куркуми но и ды вот куркумы этого корня из смолотого высушенного они обладают и мощным антибактериальным и противогрибковым и противовоспалительными свойствами есть сильные исследования которые сейчас проводятся все еще проводятся очень активно которые показывают что систематическое потребление куркуми но и дав может также и благотворно сказаться на борьбе организма с некоторыми видами онкологических заболеваний сведений о том что кто-то поборол онкологическое заболевание с помощью куркумы еще нету не задокументированы не применялись такие методы в клинической практике по крайней мере нету хороших публикаций на эту тему но то что это хорошее мощное средство профилактики это уже точно поэтому потребляя систематически льняное масло обогащенная куркумой вы можете быть уверены что ежедневно употребляете также и другие ценные биологически активные вещества что же касается паприки то она как и облепиховое масло содержит своем составе очень большое количество каротиноидов в том числе и такого ценного каротиноида как лютеин лютеин как мы когда-то говорили в одном из роликов большом количестве содержится в лепестках тагетиса бархатцев особенно насыщенного оранжевого и такого бордового цвета хоть сам по себе лютеин не является антиоксидантом но содержится здесь он в то же время является очень ценным для организма поэтому используя куркуму используя вот красный молотый перец острый или сладкий вы превращаете льняное масло просто в настоящий эликсир для здоровья на следующем месте у нас стоит имбирь имбирь является родственным растением для куркумы и также содержит большое количество различных антиоксидантов он смещает органолептические свойства масла в такую приятную остроту придает приятную остроту маслу ну кто кому нравится у кого желудок выдерживает кто любит острую пищу поэтому вполне может также использовать и имбирь и придает такой характерный пряный аромат этому маслу имбирь также обладает массой полезных веществ те кто увлекается индийской кухней кто увлекается различными индийскими практиками оздоровления хорошо знают полезные свойства имбиря он хорош и при простудных заболеваниях он как согревающее средство действует и при кашле и при всевозможных желудочных инфекциях и так далее и так далее и так далее вот соответственно им также можно обогащать льняное масло и куркума и имбирь и красный перец и тмин и кориандр и розмарин они все друг с другом совместимы поэтому вы можете сделать букет этих пряностей поместить их конечном количестве 1-2 чайные ложки смеси этой пряности или пряности в чистом виде на пол-литра масла это будет очень хорошей дозы важно еще сказать о том что некоторые растения в виде пряности или каких-то лекарственных добавок совершенно несовместимы с льняным маслом на первом месте по такой несовместимости стоит гвоздика возможно кому-то бы пришло в голову также положить сюда гвоздику или душистый перец напротив гвоздика очень усиливает скорость окисления этого масла поэтому не рекомендую вам использовать гвоздику в качестве вот такой вот пряно-ароматической добавки к этому маслу точно также несовместимо с маслом тимьян и чабрец казалось бы тимьян и чабрец является очень родственным растением относятся к одному семейству с шалфеем с лавандой с котовником и с розмарином однако же он содержит специфические вещества которые ускоряют окисление этого масла точно также льняное масло несовместимо с плодами шиповника хотя он плоды шиповника также содержит множество каротиноидов и полезных веществ и антиоксидантов и несовместимо с например цветками и травой зверобоя поэтому эти травы и эти плоды не стоит добавлять в это масло если вы хотите узнать о том какие еще пряности возможно вам они нравятся возможно они вам по вкусу можно или нельзя положить в это масло лучше всего задайте свой вопрос под этим видео и я обязательно поищу обоснованные ответы относительно того можно обогатить это масло этими веществами будет ли она защищать его от окисления и на какой срок она защитит его от окисления или же этого сделать нельзя что ж я уверен что теперь вы будете использовать льняное масло без всякой опаски за то что она может быть слишком окисленным и уже может начинать приносить вред вашему здоровью что если вы ранее опасались покупать это масло из-за боязни того что вы не скоро употребите его в пищу из-за такого маленького срока годности в скрытой упаковке теперь вы будете точно знать что делать для того чтобы масло ваше всегда представляла из себя очень и очень ценный продукт для здоровья на этом я с вами прощаюсь всего хорошего а